Сегодня я пойду на прямую трансляцию второго полуфинала Международный выставочный центр На левобережной просто очень много людей Я еще не встретил ни одного иностранца Организаторы сделали очень удобно У меня взяли интервью Сегодня во втором полуфинале я буду болеть за... Привет, ребята! Сегодня 11 мая Это очередной очень длинный влог Сегодня я пойду на прямую трансляцию второго полуфинала Международный выставочный центр Буду вам все показывать Ну а сегодня с самого утра в Евроклубе проходит автограф-сессия с представителями Молдовы, которые уже пришли в финал, в первом полуфинале, сегодня они будут давать свои автографы, так что сфотографирую, сейчас ещё вам покажу, я уже подхожу и слегка задерживаюсь, но ничего страшного. Автограф-сессия закончилась, я сделал фотографию, взял два диска и очень скоро вы узнаете, почему я беру всегда по два диска, так что скоро будет для вас сюрприз. Теперь я еду на Левобережную смотреть концерт вживую, начало в 10, а сейчас 6 часов, так что ещё есть в запасе время. Кстати, если вы не смотрели мой влог с первого полуфинала, ссылку оставлю внизу, посмотрите и возвращайтесь сюда. С моим ежедневным посещением Евроклуба у меня появилась идеальная возможность ежедневно гулять по Марининскому парку, дышать свежим воздухом и интересно проводить время. Да вы только посмотрите, сегодня я снова встретил вагон украшенный в символику Евровидения, а две недели назад таких вагонов вообще не было, 40 минут стоял и так его не встретил, а сегодня они уже ездят один за другим и все украшенные. Начало прямого эфира через 3,5 часа на Левобережной просто очень много людей, включая милицию, работников, волонтёров и просто людей, которые ходят в этой станции. Раньше здесь не было такого наплыва посетителей, а сегодня прям очень много на дорогах заторы и вообще людей чрезвычайно много. Я снова буду обходить МВЦ, потому что это единственный путь попасть в середину. Кстати, вот в то время, которое я сейчас до Левобережной, я ещё не встретил ни одного иностранца, возможно они приезжают прям впритык, когда будут запускать, но я решил приехать пораньше снова, чтобы занять очередь и в первых числах зайти в Международный выставочный центр. Люди начинают толпами выходить из МВЦ, наверное закончилась дневная репетиция, все уходят, а у меня концерт только впереди. И у меня будет прямая трансляция, то есть то, что вы увидите по телевидению, я буду видеть из зала. В принципе, как и два дня назад, в первом полуфинале, я также был на живом эфире. Чем дальше я прохожу, тем больше людей, посмотрите сколько их много, это наверное был полностью забитый зал из 10 тысяч человек, и вот сейчас они идут в метро, я даже не представляю как в такой ситуации нужно вести себя в метро, там же очень маленькая платформа, и столько людей будет, как они там все поместятся и как будут залазить в вагончики, просто не представляю вот этого ажиотажа. В принципе, организаторы сделали очень удобно, что люди, которые идут в ту сторону, они за тем забором, а те, которые идут на грядущий концерт, у них другая полоса, другая дорога, которая была перекрыта, и здесь людей не очень много. Вот вы только сравните ту сторону и эту. Намного удобнее идти здесь, и людей нету, потому что до начала еще 3,5 часа, я наверное буду один из первых. Во время первого полуфинала произошло две очень интересных неожиданности, а именно Грузия и Финляндия, они не прошли в финал, хоть все на это рассчитывали, зато Кибер попал в финал, и это очень странно. А Бланш, то есть Бельгия, которая заняла вроде бы как 10 место, именно в списке ее объявили 10, но на самом деле еще неизвестно, это будет известно уже 14 числа, когда объявят все результаты всех голосований первого и второго полуфинала. Так вот, она произвела большой фурор у европейских зрителей, и в зарубежном iTunes, Франции, Бельгии она поднялась на первое место, и это самый большой скачок из всех участников первого полуфинала, так что мне кажется, у нее очень хороший шанс на победу. Визуально мне кажется, что сегодня меньше людей и больше украинцев, нежели заграничных, так что я здесь хожу, и если в первом полуфинале мне все здесь было в новинку, я все вам рассказывал, то сегодня как-то я уже все знаю, и даже не знаю, что вам такого показать. Здесь очень много киосков, которые продают еду, напитки, и в частности алкоголь или какие-то бургеры. Люди стоят возле стендов и фотографируются с логотипом, также многие покупают атрибутику, которой у меня, к слову, очень много уже. Вот, и просто ждут, становится в очередь, потому что запускают внутрь на трибуны за один час до начала, так что еще 40 минут можно гулять по этому холлу, и только потом мы уже сможем зайти внутрь. Люди стоят в очереди, чтобы как можно ближе стать к сцене фан-зоны. Вот, ну а я хожу, потому что мое место точно никто не займет на трибуне, так что я могу не стоять в очереди, а просто ходить. Сегодня в зонах продажи сувениров появился новый блокнот с логотипом. Его стоимость 300 гривен такая же, как и журнала, который я покупал в прошлый раз. Блокнот мне, в принципе, не нужен, поэтому я не хочу его покупать. Я вам, вероятнее, всего не рассказывал, но сегодня, когда я заходил в МВЦ, у меня взяли интервью, какой-то телеканал ко мне подбежал и сразу начали задавать вопросы на камеру, в общем, я поотвечал. Но мне кажется, что меня снова вырежут и не покажут, потому что такое уже у меня было на канале Киев. У меня брали интервью, но после моего интервью меня почему-то не показали. Хоть я смотрел репортаж и меня вырезали. Сегодня во втором полуфинале я буду болеть за Австрию, за Румынию, Нидерланды, Данию, Швейцарию и Беларусь. Возможно, кто-нибудь из них пройдет, но я надеюсь, что пройдут все. У беларусов, конечно, песня не самая лучшая, но так как сегодня голосует Украина, а Беларусь так как дружеская страна, мне кажется, что украинцы поддержат Беларусь и таким образом у нее появляются дополнительные шансы попасть в финал. Так что Беларусь нельзя недооценивать, у них есть все шансы в сегодняшнем вечере. Буду запускать на трибуны через 15 минут, поэтому я все еще хожу на матовые круги с одного конца МВЦ в другой и жду, когда уже можно будет зайти. Когда я зайду на трибуну, начнется диджей будет на сцене и запускать песни победителей прошлых лет. Такое будет длиться на протяжении 50 минут, потом выйдет организатор, ну, продюсер скажет, как нужно себя вести под какую песню. К примеру, когда был первый полуфинал и когда выступала португалец, нам сказали, чтобы мы включили вспышки на телефонах и чтобы весь зал зажегся. Возможно, сегодня будут тоже какие-то требования. Услышим, посмотрим, сообщу вам. Мое место во втором полуфинале будет вот с таким видом. Если позавчера мое место находилось под углом, то теперь я буду ровно сидеть и снимать. Правда, чуть-чуть дальше находится сцена, но ничего страшного, зато я буду с комфортом все видеть. Кстати, моя трибуна находится возле вив-трибуны и возле грин-рума, так что я смогу следить за происходящим в грин-руме. Грин-рум очень близко, так что мне будет все идеально видно, что же происходит с так званными кулисами во время выступления других стран. Ребята, давайте занимать свое место. Хоп-хоп-хоп-хоп, поднимать, поднимать. Вот. Оп, все, у меня уселся. Посмотрите, как мне идеально видно грин-рум. Он находится прям очень рядышком с моим местом, и я все могу видеть, что происходит в нем. А вон там сидит Ола Сан, директор Евровидения, и различные люди, которые следят за порядком, и чтобы все было честно. Там находится, собственно, сцена, но здесь сижу я на пока что пустой трибуне. Я только что узнал, что YouTube открыл новую функцию, прямые трансляции на канал с айфонов, с айпэдов, то есть с мобильных устройств. И я сейчас подключил свою первую прямую трансляцию. Вот веду трансляцию, тут меня не видно, но если вы хотите узнавать все первыми, тогда смотрите мои прямые трансляции. Осталось 45 минут до начала, как видите, трибуна еще полупустая, а нас возникают песнями Апы, которые представляли Швецию в далекие 70-е годы, и показали, что Евровидия действительно достойный конкурс, который может открывать новые таланты, и звезд мировой величины, как, собственно, и Апа. Остается полчаса от начала прямой эфира и самого концерта. Вот сейчас нам объявляют эту новость, но трибуна по-прежнему посту. Я не знаю, где все люди. Неужели она и так и будет пустовать? Никто не купил билеты. Это очень странно. Вот и то, о чем я бы говорил. Сейчас объявляют правила, свое поведение и требования, которые нужны по-другому. Мы нужны твои жизни, твою энергию, любовь и поддержку. Sometimes we do have some jokes, so if you don't even get it, so you can laugh a little bit, like, and also the host. And of course, our opening act. 30 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Всем привет! 2, 3, 1. Субтав fundo. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Осталась последняя минута для голосования, после чего результаты будут подведены. И мы узнаем победителя. Пока что 50 секунд и линии закроются. Уже прям не терпится узнать, ведь уже буквально через пару минут мы узнаем всех 26 финалистов, которые будут в эту субботу сражаться за победу и за право проводить конкур в следующем году. Осталось 30 секунд всего. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Кстати, сегодня помимо стран участниц второго полуфинала голосовала Украина, Германия и Франция. Итак, результаты. Сейчас мы узнаем десятку финалистов от второго полуфинала. Я предварительно сделал свои прогнозы. И сейчас мы посмотрим, кто из моих фаворитов пройдет, кто нет. В общем, сейчас мы узнаем итоги, так что... Так, сейчас начнутся объявления. Так, это какая-то забежка. Мы очень генеральная introduция. Ола-сан сейчас говорит, что голосование подведено честно, все подсчитано, все хорошо. И сейчас они будут готовы объявить все итоги. Так, ну и все, все. Кубминация сегодняшнего вечера. Сейчас все станет ясно. Кстати, мне не нравятся ведущие этого года вообще. Они ужасные. Благодаря адресу. Ну, мой самый главный фаворит этого вечера, это Румыния однозначно. Ну, сейчас мы узнаем. Так, все, я готов. Мой список при мне. Я буду смотреть вперед, потому что там экраны. Итак, первая страна, которая проходит в финал, это... Ух, волнуюсь, волнуюсь. Так, давай. Первый финалист, который будет в большинство финал, это... О-о-о. Давайте, не тяните. Результаты. В Болгарии! В Болгарии! В Болгарии! У меня Болгария была на первом месте. Это было очевидно. Осталось 9 мест. 9 мест всего в финале. Итак, кто соединится к ним. Беларусь! Беларусь! В Беларуси на 8-м месте. У меня нет. Пока что я угадал 2 из 2. Третья страна, которая попадает в финал. Хроматия! Хроматия, да? Хроматия! Вполне, вполне. Так, я угадал 3 из 3. Идем дальше. Досталось 7 мест. Четвертая страна, которая проходит. Давайте Румынию, да. Румыния. У меня они были на пятом месте, то есть я выгодал 4 в 4. Отлично, идем дальше, осталось 6 мест. Пятая страна, которая попадает в финал, это... Чангт Интригу, капец. Даня! У меня Даня на втором месте была, идем дальше. Отлично. Наш 6 финалист... Румыния! Румыния! Шестая страна, которая попадает в финал, это... Наверное, с Румынии будет как... Израиль! Это первая страна, которая мне оказалась. У меня вальбина, которая встанет. Неплохо встанет. Неплохо встанет. Румыния! 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 Осталось 4 страны, 4 места. Вечер Румыния. Румыния будет на десяток, как Бельгия позавчера. Румыния! 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 Все, я рад, спокойно. На остальное, ну все. Так, у меня по моему списку еще должны пройти Нигерланды, Норвегия и Ирландия. Осталось всего лишь 3 места. 3 места в финале. Кто пройдет? Чемок! Чемок! Аустрия! 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 Примерно. А еще Швейцария у меня тоже должна пройти. Так. Маседония! Маседония! Аустрия! Аустрия! Восьмая страна подается. Норвегия. Осталось 2 страны. Я вам задал показки 7 из 8. 7 из 8 по моим правилам. Я хочу, чтобы пришли Нидерланды, Ирландия и Швейцария. Сейчас мы узнаем, кто пройдет. Итак. Девятая страна. И последняя страна одно место в финале осталось. Кто это будет? Швейцария или Ирландия? Ирландия или Швейцария? Это Швейцария. Давайте Швейцария. Что же? Я угадал 8 из 9. 8 из 9. И последняя страна, которая попадает в финал, это... В... Какая интрига? И... Аустрия! Швейцария. Аустрия! Да! Акстрия у меня была на 20-м месте, то есть я уже дал 8 стран из 10. Отлично, все, теперь мы знаем все 26 стран, которые попали в финал. Витовский третий финал подошел к концу, сегодня мы узнали 10 стран, которые соединяются к остальным 16, которые уже в финале. То есть сегодня мы уже узнали полный список всех 26 стран, которые прошли большой финал, который состоится в эту субботу. Вот на этом месте. На этом я с вами прощаюсь и большое спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Вот такой получился влог со второго полуфинала. С вами на протяжении этого и всех предыдущих видео был я, Вова Гура. Увидимся с вами завтра в новом видео на тему Евровидения 2017 на моем канале. Еще раз большое спасибо и пока-пока. Смотрите, дорогу даже здесь перекрыли, теперь можно ходить. И мост теперь сверху подсвечивается, раньше такого не было. Под этим мостом светло к огнем. Мне очень нравится решение с подсветкой, очень классно смотрится. И, кстати, дорога перекрыта, вообще ужас. Я не могу ехать на такси, представляете, я не могу с таксистом встречаться из-за этого. Субтитры сделал DimaTorzok